На БелЖД пройдет акция «Дети и безопасность». С 28 октября по 8 ноября специалисты напомнят подросткам о мерах профилактики. Только за 2020 зафиксировано 69 случаев травматизма на железнодорожных путях. Два несовершеннолетних погибли. В стране подорожал бензин, к стоимости вновь прибавилась копейка. 92-й теперь стоит рубль 70, 95-й дизельное топливо – рубль 80, 98-й – 2 рубля 2 копейки. Медики советуют пожилым людям оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами. Такие рекомендации опубликовал Минздрав Беларуси. Эпидемиологи рекомендуют не принимать и гостей стараться не покидать дом в период пандемии. Продукты и лекарства можно заказывать через услуги доставки. Университет гражданской защиты МЧС проведет день открытых дверей в онлайн-формате. Трансляция начнется 31 октября в 11 часов на YouTube-канале. В программе демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы, дежурной смены и не только. Мобручанка Ксения Зеленцова стала чемпионкой Беларуси по шахматам. Из шести партий она выиграла пять, одну сыграла в ничью. Второе место заняла Минчанка, на третьем расположилась представительница Гродно.